Я волнуюсь. Очень сильно. Волнение такое, что сложно сконцентрироваться, но Ольга Пушкина собирает волю в кулаки, проходя всю дистанцию. Справиться с испытанием участница из нового Уренгоя помогла поддержка сына. Ты можешь меня хвалить. Молодец. Он меня поддерживал, я так нерчу. Он говорит, да все будет хорошо, не переживала. Здесь на полигоне автоледи показывают все, на что способны. Это завершающий и самый зрелищный этап – скоростное маневрирование. Задача – как можно быстрее выполнить все элементы. Восемь элементов. Здесь нужно проехать и передним, и задним ходом некоторые элементы. И плюс еще не сбить ни одну фишку. Не всегда фишкам удается устоять. Бывает и двигатель глохнет. Многим конкурсанткам пришлось вспоминать, как управлять механикой. У меня электрический автомобиль. Он ездит тихо и экономично. Мы уже ездим на ней уже два года. Зиму все проверено. Все. Можно брать. Конкурс собрал более 20 участниц. У всех разный стаж. Кто-то получил водительские права чуть больше года назад, а кто-то за рулем не первый десяток лет. Лет в 10, наверное, дедушка меня начал учить вождение на автомобиле. Еще тогда отечественные были, шестерка. Поэтому за рулем давно, в принципе, сижу. Женщина-водитель давно не редкость. Они, как подтверждает в госавтоинспекции, намного аккуратнее мужчин на дорогах. И этот конкурс дает еще один повод гордиться успехами автолюбительницы. Не каждый мужчина-водитель способен за одну минуту решить безошибочно правила дорожного движения и проехать ту же змейку, тот же крест задним ходом. Лучше всех преодолеть испытания получила жительница Нояброска. А победительницей стала Ярослава Половинка. Это уже третий по счету ее триумф на конкурсе. Цель – это всегда победа, подтверждение своих результатов. Юлия Морева, Александр Гончаров. Время и мало. Ноябрьск.